Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил приверженность Соединенных Штатов идеи вступления Украины в НАТО. Он назвал это главной темой своего официального визита в Киев. В ходе выступления на брифинге глав военных ведомств Остин упомянул и Россию, которую он обвиняет в частности в агрессии и развязывании войны в Донбассе. США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой связи мы снова обращаемся к России с призывом прекратить оккупацию Крыма, разжигание войны на востоке Украины, дестабилизирующую деятельность в Черном море и вдоль границ Украины, остановить непрекращающиеся кибератаки и другие недоброжелательные действия в отношении США, их союзников и партнеров. Россия все обвинения отвергает и настаивает, что не может считаться стороной вооруженного конфликта в Донбассе. Перспективу вступления Украины в НАТО Кремль называет наихудшим сценарием, который, цитата, «выходит за красные линии национальных интересов России». Что касается самого Альянса, то Москва отказалась от налаживания взаимоотношений в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия приостановила работу Бюро НАТО в Москве и своего представительства при штаб-квартире Альянса в ответ на высылку членов российской миссии из Брюсселя.